По сигналу учебной тревоги, расчеты зенитных ракетных комплексов отправляются в назначенный район. Команда командир дивизиона дает желтым и красным флажками. Это по машинам, это заводить, это уже бак. Первое препятствие – преодоление зараженного участка. Солдаты уже в машинах надевают общевойсковые защитные костюмы и противогазы. Они защитят от радиационной пыли и биохимического оружия. Перед движением колонны выдвигается передовой разъезд. Передовой разъезд, у него есть специальные приборы, которые с помощью этих приборов обнаруживают зараженный участок местности, отмечают на местности или флажками, либо метками. После чего первая головная машина, увидев приближение к данному участку, дает команду. В составе колонны машина прикрытия, машина топогеодезической разведки, пусковые установки и радиолокатор подсвета и наведения. Это сердце дивизиона. Без него воздушные цели не найдешь. Машина тяжелая, весит порядка 40 тонн, имеет нестандартные габаритные размеры по ширине. Вести ее довольно тяжело, без специальной подготовки это сделать будет трудно. Радиолокатор состоит из антенного поста с поворотным устройством и аппаратного контейнера для обнаружения целей. Чтобы перевести машину из походного в боевое положение и наоборот, потребуется 4 бойца. Дивизион в бою включить мощность. Мощность включена. СК-2. Режим стрельбы 2. Есть цель. КТ-целевой канал. Поезд. РС. Есть РС по 5. СС по 5. По 5 уничтожить двумя. Внимание, пуск по 5. Правильно разместить ЗРК на незнакомой местности задача командира дивизиона. Позиция зависит от погоды, рельефа местности и поставленных задач. К тому же нужно быть готовым отразить нападение противника с земли. Действия солдат в этой ситуации доводят до автоматизма. После прибытия в новый позиционный район, начальник штаба подразделения организует непосредственно охранную оборону. То есть ставят задачи каждому номеру наземной обороны. То есть по карточке огня он действует. В случае обнаружения его в секторе стрельбы противника, он докладывает немедленно на командный пункт и после постановки задач уничтожает противника. Задачи учений выполнены. Механики водителей пусковых установок закрепили навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования на ограниченном пространстве. Евгения Слинкина, Юрий Санкин, ДО24, Мясниковский район.